Музыка Начну свою короткую речь с банальности. Музыка Не с административным ресурсом, с которым мы очень часто сталкиваемся, который вызывает естественное возмущение у избирателей. Музыка Общественное сознание, низкое общественное сознание, которое мы сейчас наблюдаем в нашей стране. Причиной тому, на мой взгляд, является то, что общество наше атомизировано. Пропаганда соответствующая, довольно интенсивная, которая разворачивалась на протяжении последних 20 лет, замкнула людей в узкие рамки. Не выходящие за пределы семьи, люди думают о своих непосредственных интересах, жизненно важных интересах, связанных с тем, чтобы обеспечить себе существование. Общественное сознание, если вспомнить предшествующее время, у нас сейчас находится на уровне болотной копейки, о которой в свое время писал Максим Горький. Ну, и это, конечно, очень сложную ситуацию создает. Во всяком случае, мы не можем, опираясь на существующее, ныне общественное, я повторяю, низкое сознание, выработать национальную идею, общенациональную идею, которая является условием выхода из того сложного положения, в каком мы сейчас находимся. Более того, утрачены во многом коллективистские основы бытия. И это прискорный, потому что человек природой создан так, что в нем заключены два начала – общественное, коллективное и индивидуальное. Когда мы наблюдаем грен в одну сторону, это плохо. Еще аристотель говорил, что человек – не общество, либо зверь, либо Бога. Богами нам не суждено стать, а вот на уровне звероподобных мы опускаемся. Вот такое ущербное общественное самосознание приводит к тому, что мы не понимаем важнейшие явления в нашей жизни. Мы не понимаем степень угрозы, в которой находится наша страна и русский народ. Достаточно сказать, что утрачено геополитическое пространство, в котором мы располагали на протяжении последних десятилетий. И даже в нескольких веков. Это геополитическое пространство обеспечивало безопасность русскому народу и всем народам, входящим в состав российского государства. Верите, Российская империя и историческую премию для Российской империи – СССР. И это создает очень существенные угрозы нашему дальнейшему существованию в мире. Нас приучают к мысли, и она, к сожалению, усваивается многими, что СССР естественным образом распался, что империи существуют и, исчерпав свой исторический ресурс, уходят в небытие. И я не знаю, что в отношении, можно сказать, других империй, но что касается Российской империи, то она существует и по ныне. Российская Федерация – это и есть империя. И, следовательно, имперская форма бытия русского народа и нашей страны не потеряла человеческий ресурс. Но мы разрушили империю и разрушали. И разрушаем, повторяю, очень важное для нас геополитическое пространство, обеспечивающее и не обеспечивающее национальную безопасность. А ведь это пространство создавалось на протяжении многих веков постепенно. Оно было следствием давления, которое испытывали русские этносы и другие этносы со стороны. На нас шли с запада, с севера, с запада, с юга, с востока. Если так посмотреть на исторические подсобытия, то вы увидите целую единицу угроз, исходящих из различных этносов. Гудные, авары, хазары, печенеки, половцы, татары, поляшки, шведы, французы, немцы. Есть числа народов, которые покушались на независимость и жизнь русского этноса. Приходилось, конечно, защищаться. И в ходе организации обороны мы расширяли жизненно важное пространство, геопередическое пространство. И в конечном счете на востоке дошли до естественного предела Тихого океана, на юге до Нур-Нур-Кор. Ну, а на северных морей, как пела известная песня. Так вот, задача русского народа и народов России, нынешней России, Российской Федерации заключается в том, чтобы приложить все усилия к восстановлению прежнего геопередического пространства. Как это сделать? С помощью каких средств? Об этом должны думать и интеллектуалы, находящиеся при власти. Но задача, мне кажется, вырисуется совершенно определенной. Что касается ближайших потребностей организации нашей жизни, то мне кажется, что мы должны встать на подлинный путь демократизации нашего общества. У нас больше разговоров о демократии, но мы наблюдаем процесс не демократизации, а бюрократизации общества. Надо остановить бюрократизацию, условие которой чиновничество всесильного и всевластного. Но демократия для России, на мой взгляд, не всякая. Так демократия, которая нас сейчас пичкает, ужасная демократия, не привьется, мне кажется, в древу нашего народа. Потому что это представительная демократия. А представительная демократия, по-моему, в глубоком убеждении, самая лживая и гибкостная демократия. Потому что в нее просачивается всякого рода проходилец, который преследует свои узкокорыстные цели. И манипулирует при этом общество. У нас были выработаны в истории свои формы демократического свойства, демократическая жизнь. Непосредственная демократия. В Древней Руси мы прошли очень хорошую школу этой непосредственной демократии. И то, что мы усвоили в Древнерусский период, не исчезло. Оно сохранилось, продолжало действовать только на другом уровне, на уровне общинной жизни. Так вот, если говорить непосредственно о демократии, наиболее подходящей для России, то демократизацию современного российского общества я вижу в том, чтобы укреплялась центральная, очень эффективная власть. это необходимо в силу исторических особенностей России. И вместе с тем широкое развитие получило самоуправление. Это демократия на местах, которая остановит все силы и все власти чиновничества. Кстати, может вам показаться это даже прикатным, но образец сосуществования сильной центральной власти и широкого развития самоуправления дает эпоху Ивана Грозного. Иван Грозный заложил основу вот такого общественного, общественно-политического устройства. Ну, и, наконец, спасибо. Чтобы изменить существующий порядок вещей, к лучшему, разумеется, необходимо воодушевить основной этнос России русский народ. И мне сейчас, как мне кажется, весьма острым является русский вопрос. Мы должны законодательно признать, что государство образующим народом в России, в Российской Федерации является русский народ, и только при условии оживления подъема духа русского народа мы можем рассчитывать на положительные перемены нашей жизни. Спасибо за это. Если позволите, Игорь Ильич, вы начали поступление с низкого уровня общественного сознания. Чтобы вы взяли за точку отсчета, за последние 20 лет оно оставалось таким же или оно падало еще? Как вы расцениваете именно это положение общества? Я говорил о том, что здесь очень существенную роль сыграла пропаганда, обработка идеологическая, которая довольно интенсивно велась на протяжении вот этих последних десятилетий, ну и были предприняты практические меры. Возьмите рабочий класс, который был до известных нам перемен 90-х годов. Существовали крупные рабочие коллективы, заводы огромные, они все сейчас распределены, поделены на метр. Посмотрите, что делается на кировском злоде, на гигантах. Он состоит из сегментов, соединенных, и это, конечно, способствует атомизации общества, ну и, конечно же, снижение жизненного уровня пробуждает в человеке вот эту энергию, связанную именно с тем, чтобы обеспечить личное существо. Тут завязывается целый клубок проблем. Ну, если я правильно понял, общественное сознание было выше тогда, когда были крупные объединения, да, мы сейчас назвали там. Понимаете, какая вещь? Я за себе дело представляю так, вот в историческом плане. Есть в человеке и в обществе два начала. Индивидуальное и коллективное. И пайпа основная, которая толкает, вот, является толкачем развития общественного, является борьба вот этих двух начал. Приходит эпоха, когда бывает так, что какой-то из этих двух начал становится преобладающим, скажем, индивидуальное или коллективное начало. И это создает угрожающую ситуацию для общества. Общество естественным порядком выравнивает вот эти перекуски и возвращается к балансированию, соответствующему. Когда преобладает какое-то одно начало, в обществе начинается истонение и распад. Но любое общество, любой этнос обладает чувством самосохранения. И когда это чувство самосохранения включается в определенный момент и все выркопливается. В одночасье на протяжении очень длительного времени, на протяжении веков и важную роль формирования этого отношения играет, конечно, в природные условия. Наши предки жили в зоне навескованного земляния. И географические природные условия были таковы, что индивидуальный труд был явно недоставчив для того, чтобы обеспечить существование людей. Отсюда соединение в общине, большие семьи, которые прошли через века русской историей. И вот этот коллективистский дух, что ли, в процессе труда формировался. И он, конечно, не исчез. Наше время с акцентом на индивидуализацию, в том числе и трудовых усилий, человек идет против вот этой исторической традиции жизни русского наука. Говорят, что русские люди часто могут читать и слышать тренивые, нетрудолюбивые. Но, позвоните на спросить, кто же сложил такую огромную империю, такую огромную государство? Кто отстоял его от завоевателем? Ведь война, как говорят ветераны или говорили ветераны уже прошедшие, это ведь чудовищный труд, именно труд. И вот по части выносливости в труде русские оказались на высоте. Они одержали победу прошедшие войны, а не кто-либо другой. Конечно, сейчас мы наблюдаем некоторые изменения в плане отношения людей к труду, но мне кажется, это ситуативная реакция, временная реакция, связанная с тем, что люди верят, государство в лице чиновничества разворовывает страну, живет нечестно, неправильно. предприниматели сколотили свои состояния таким же образом, нечестным, преступным даже. Ну и поэтому у людей возникает желание не меньше работать, а больше получить. Но, повторяю, мне кажется, это ситуативная реакция, временная реакция. как только будут созданы условия национально ориентированной экономики и вообще жизни самодостаточной, не все это возродится, потому что формируемая веками психология, отношения к тем или иным явлениям не испаряется мгновенно. Оно очень устойчиво и держится веками. чтобы разрушить вот этот наш генотип, на то же некоторое очень определенное время, 20 или 25 лет, для этого совершенно недостаточно. 18 20 20 20 21 20 21 22 23 25 24